доброе утро сегодня взять на дежурстве сегодня можно суп картошку жареную картошку пареную что хочешь готовить так что будем делать с утра и только вышла с душа не знаю себя показывать показывать не испугаетесь просили показать какую косметика я пользуюсь уходовую косметику господи вот на уходовая косметика это крем вокруг глаз холодильники храню очень нравится по моему это корейская косметика или до моденка лет и честно говорю опять и крем для лица какой аравия покупает карина уже год по моему я этим пользуюсь так что можно один раз и без косметики до какими средствами вы пользуетесь да я за лицом особо не ухаживаю чтобы сказать прям мне нравится тут колесики взять вам нужно хранить этот крем холодильнике такая приятная процедура с утра сразу говорю пользуюсь каждый день потому что забываю этот крем у меня стоит на прикроватной тумбочки я им утром стала на намазала ночью ложусь мажусь раньше пользовалась знаете какими кремами лореаль утром у меня был для дневного для ночного раньше как-то больше знаете заморачивалась а сейчас мне сегодня маникюр наконец-таки я сниму длинные ногти не сниму подпилят это мои ногти очень мешают так у меня быстро ногти растут волосы и ногти раньше делала старалась город гимнастику для лица для спины не делала для лица делала а сейчас девчонки какой уход тут станешь быстренько то одно то второе то третье а еще у меня хороший крем для рук но он у меня в машине потом покажу тоже корейская косметика он у меня такой жирный плотные кожа рук на у меня сухая с утра я прям обильно кремом и тот же крем он для лица я его и на руки на лицо и девчонки еще если купят мне и карины вас для лица вот и все вот и весь мой уход косметологу я не хожу уколы красоты я не делаю но это видно на меня сильная пигментация на лице из косметики любимое средство это тональный потому что без тоналки у меня пигментация сильно видно на лице ну чтобы сказать что у меня это сильно тревожит мне уже ничего не тревожит абсолютно ничего тем более моя внешность что думала утром с готовым мясом и девчонки у меня придут попозже не нужно на в адресе заказала костюм помните я брючные заказывала костюм жилетка и брюки на меня брюки сели идеально а вот и жилетка у меня чуть-чуть сверху не сошлась заказала на размер больше не знаю как будет смотреться потому что брюки на мне сели идеально все жилетка будет идеально сидеть а брюки будут чуть или чуть я не пропорционально у меня это верх большой все вот такая моя уходовая косметика этот крем я знаю бюджетный он по-моему в районе 500 или 600 рублей стоит но мне нравится я его за месяц запросто и рисковую ладненько вытащила мясо наверно сготовлю соус взять сегодня на дежурстве сегодня можно блюдо из картошки делать чтобы два блюда не готовить а то знаете когда дети там попросят супчик взять уже нужно готовить что-то другое на сегодня плюс 21 на выходные обещал до плюс 27 представляете по мясо тайвы съедим вместе на вал берез померим вместе костюм и краску для волос по мне заказала уже не помню что там заказала зима краску такую краску сверху спрашивать наперед показал который заказала костюм на размер побольше по всей видимости жилетки там только 44 размера только этикетки менять потому что заказала 46 размер тот же самый что и 44 последняя пуговица у меня не застегивается это я уже заказывал третий второй или третий раз уже не помню кто-то бы сказал не судьба не твой костюм нет я заказала теперь сорок восьмой размер понравился этот костюм ничего не могу собака делать ладненько теперь и едем переедем не нужно у меня заблокировали эсэмэски идут что заблокирует телефон мне нужно поехать мегафон центр разобраться я поменяла паспорт и там какие-то изменения нужно внести мегафон центр у нас находится на квартале в вершине плаза как раз поснимаю есентукску и новая подписчица с пятигорска привет тебе огромный поснимаю твой твою улицу твой район проблема с телефоном решена не помню говорила или нет паспорт поменяла паспортные данные в мегафон не внесла то не заблокировали интернет заблокировали все решила пуговицы лолиткины помните девчонки я заказывала наверно с месяц назад заехала пуговицы не купили надо шоколадку купить отвести девочки помогла она мне конечно лучше людочка я нахожусь на квартале сейчас поснимаю ваш райончик ты у меня новая подписчица с пятигорска сейчас проживает в москве мне в свое время знакомый снимал грозный мой район когда сильно скучаешь когда долго не бываешь своем городе в любимом городе естественно хочется посмотреть категорск очень изменился за двадцать пять лет не знаю когда вы последний раз здесь были спасибо у нас жара девчонки 23 градуса мешают не смотрят наша вершина плаза сейчас как раз мне через десентуфскую надо будет выезжать на выходных вообще обещали двадцать семь градусов погода конечно она после жары будет резкое похолодание так думаю это улица осентукская люблю пятигорск не хотела бы нигде в другом городе жить но в грозном уже не получится конечно переехать и жить в грозном потому что ну потому что да из пятигорска ни за что не переедем вообще-то никогда нельзя говорить никогда не говори никогда да все может быть так хочется красиво заснять неудобно просто ехать и снимать ну как получится очень жарко очень жарко даже не жарко знаете какая душно сейчас бы дождь грозу что-нибудь такое знаете осеннее осеннее это дух это уже вот видите включила телефон до этого молчала все сделала свои дела у меня все получилось счастливая да включила телефон девчонки начинаю бурчать что это такое со мной вообще вообще считаю себя таким легким позитивным человеком ну видите это наверное это не так наверное это возраст включая телефон начинаю бухтеть я контролирую я стараюсь держать себя не то что в руках а в ежовых рукавицах так сейчас куда мне нужно заехать взять от дом один договор и мне в 4 часа нужно в кабинет к начальнику большому начальнику решить одно важное дело господи аж самое смешное даже не знал в джинсах или переодеться в костюм так чуть по официальнее выглядеть в пятигорце строится расстраивается так пускают здесь пешеходный здесь я должна пропустить девчонки мне после обеда нужно к одному очень важному начальнику в кабинет даже не знаю в футболке и джинсах и диле видеть какой нибудь строгий костюм надеть очки от зрения знаете мне смешно просто проблемы вообще никакой нет а из ничего когда создают такую проблему из себя такого большого начальника строят это двойне смешнее ну ладно будем играть по их правилам так что мне еще нужно сделать мне нужно купить заехать купить собаке корм ну не корм а мы ему лапки покупаем и что еще нужно сделать а и обед приготовить и в четыре часа чтобы быть у начальника ногти меня мастер мой переписала чуть-чуть сдвинула я говорю я не могу позже у меня позже назначено к начальнику в кабинет господи ладненько не бурчим больше позитива сейчас еще поснимаю Пятигорской то просят снимать Пятигорской я себя любимую снимаю просто стараешься за рулем быть предельно внимательной а когда за рулем внимательно не получается красивая съемка а что ты поворотник не включил я еще ругаться могу за рулем он просто резко передумал и при этом не включил поворотник вообще не люблю когда без поворотников ездят а у нас на Кавказе это принято пристегиваться нам считается знаете как это вежливо сказать непрестижно скажем так пристегиваться поворотники включат я вообще молчу Марина замолчи не это не бурчи не получается у меня лучше всего получается на кухне я это сама знаю переключимся на кухне или молча поснимаю город господи он меня чуть-чуть напугал просто когда по кругу идешь поворотник включаешь что ты едешь прямо а он начально хотел повернуть потом резко передумал а поворотник не включил и тоже с телефоном в руках снимал что-то девчонки кто знает что происходит в Пятигорске с коммунальными службами мне последняя квитация пришла у меня за мусор то есть в квартире я даже там не прописана в квартире я прописана в Иноземцево квартира моя и мне за одного человека пришло 7 тысяч только за мусор пошла выяснять в чем дело а там весь Пятигорск по три дня нужно сидеть в очереди чтобы попасть я спрошу у вас сбой в системе произошел или что это такое весь город там большие очереди кто знает что произошло поделитесь мне прям очень интересно я у девушки спрашиваю у вас произошел сбой в системе она говорит нет у нас все нормально я говорю почему мне пришел счет за одного человека 7 тысяч при этом нужно при себе иметь все документы паспорт свидетельство на собственность купля-продажи все документы нужно иметь при себе если не произошел сбой в системе для чего все это надо я не пойму может я что-то не знаю объясните мне пожалуйста а еще требуют домовую книгу сколько человек прописано я говорю домовая книга в девятнадцатом году уже юридическую силу не имею нет заставили найти без домовой книги меня не приняли второй день я пришла еле как нашла дома домовую книгу пришла и говорю что за дела полдня сидишь в очереди поднимает столько времени сейчас же все компьютеризировано все открой компьютер все там есть зачем это вот лишний раз дергать только вернулась ой все сделала все подключила телефон подключила документы которые нужны были заехала все взяла мясо поставила томиться говядину сейчас нужно мне быстренько до пол четвертого приготовить соус а затем на важную встречу так все было собрала чтобы не трусить над кастрюлей купила заехала купила хлеб девчонки кто мне скажет когда я буду сама печь хлеб а такой вкусный домашний вкусный хлеб и сразу хочется выпить кофе с сыром только вчера говорила что я кофе пью крайне редко но когда есть дома кусок вкусного сыра то что без кофе сейчас овощи почищу нет сначала выпью кофе чуть-чуть остыну а потом будем готовить самое главное мясо все равно мясо будет час томиться как раз у меня есть время Алиса который час 13 часов 48 минут так 2 часа до 3 будет мясо томиться успею все успею так на улице у нас жарко было одела футболку с курткой с курткой в машине так что у меня прямо смех разбирает по поводу того что я сегодня должна пойти в кабинет к большому начальнику решать проблемы которых на самом деле не существует любят раздувать проблемы на ровном месте так ладно завариваем кофе сейчас нарежу себе сыр выпью вкусный кофе успокоюсь и будем продолжать делать дальше а еще позвонили сегодня мне со стоматологией у меня же должны были записать он сказал или в субботу запишу или в понедельник на удаление а еще пишут девчонки что он удалять зубы нельзя нужно сохранять зубы а в моем случае не получается если бы получилось сохранить естественно бы я их сохраняла сегодня позвонил мне администратор и сказал что к сожалению хирург не сможет принять через неделю то под вопросом это мне не нравится я уже настроилась что или завтра или в понедельник пойду на удаление а теперь еще неделю все равно подсознательно я переживаю как хотите называйте переживаю боюсь нервничаю но у меня пока я не сделаю пока я не решу проблему зубами я буду вся такая на небо ладно включаем кофе пьем сыр включаем кофе пьем сыр это я чуть-чуть подустала время 2 часа я как с утра выехала но не с утра в 11 3 часа была в городе такое чувство как будто я прям с раннего утра была в городе чуть-чуть такая не люблю говорить что устала устала просто встретилась сейчас одного человека с которым мы решаем этот вопрос и мне сказали что наши чиновники наши начальники настроены не очень хорошо на нашу ну у меня там одна проблемка есть на мою проблему и что просто так мне ничего просто так моя проблема не решится но я знаю одно волшебное слово Леночка если ты меня смотришь ты меня поймешь ты мне в Москве подсказывала это я с этими же словами сегодня пойду в кабинет все завариваем кофе успокаиваемся самое главное мне сделать обед детям остальное ничего не важно пусть все горит синим пламенем господи розочки мои подуставшие уже надо выкинуть эти вроде как нормально эти уже подсохли все так где моя кружка где моя красивая кружка посудоборку не разбирала еще с утра потому что времени нету а нарина иди работать да если нарина пойдет работать то все эти дела будут домашние делать у нас дома скажу так каждый занимается своим делом у нас чешется чем у нас чешется как мама моя говорит хороший нос за неделю чувствует что получит мне нужно заехать купить микстуру квадро выпить ее успокоиться а потом заходить в кабинет к начале к большим начальникам продолжают мне приходить комментарии под логом отдых в ингушетии умные вы мои грамотные вы мои когда я буду в ингушетии я сделаю анонс сообществе и всех гидов будем брать всех гидов с собой так что кто знает историю своей республики республики ингушетии я имею ввиду мы планируем с Олесей но мы новый год планируем в Чечне отметить но если вы нам проведете экскурсию с гидом по ингушетии с грамотным знающим с гидом не таким как мы мы с удовольствием воспользуемся этой услуги это конечно сарказм но а как еще отвечать на такие комментарии я не знаю сейчас я возьмем мед сыр мед и кофе дружинство сейчас минуточку Даже не помню. Я завтракала, а завтракала, конечно, как-то из дома выйти не позавтракаешь, просто сейчас чуть-чуть такое чувство голода, думаю, по-моему, я сегодня не завтракала, да куда-то не завтракала, еще как завтракала. Сейчас нарежу сыр. Нужно какой-нибудь вкусный ужин приготовить. У меня есть в морозилке гребешки. Не сказать, что я их люблю, я их съела, по-моему, один или два раза. Мне креветки больше нравятся. Нужно что-нибудь такое морское приготовить. Купить вкусное вино белое. Или игристое, сухое какое-нибудь. А, мы едем на выходные, в воскресенье, по-моему, у нас Кабарда, да? Да, девчонки мои столько смотрели этот замок, хотят тоже посетить. А еще был вопрос, расскажите о себе, сколько членов вашей семье? Я правильно говорю? Я же вроде рассказала, вы не смотрите внимательно или вы меня троллите? Повторяюсь. Хотя повторяться я не люблю. Я живу с родителями, с сестрой, с зятем и с двумя племянницами. У нас семь членов семьи. Еще я люблю, знаете, сыр с инжировым вареньем. Вообще песня. С медом тоже люблю. У меня мед сотый. Я туда его положила в холодильник. Знаю, что мед в холодильнике хранить нельзя. Но если оставить... У меня столько муравьев соберется за ночь. Даже если в шкаф убираем, я обычно оставляю на столе мед. Даже если в шкаф убираем, даже если под крышкой, все равно они проникают. Проникают. Нужно будет купить с собой кусок вкусного сыра в дорогу. Вкусный закусок надо будет купить, потому что мы в прошлый раз с Алисей так хорошо посидели, с Васей. Там кафе, но в кафе только мороженое. Ничего заказать там из еды нельзя. Но есть столики с красивым видом на замок. Мы там так прекрасно посидели с Алисей. Я говорю с Алисей, потому что Вася с нами не сидел. Вася вообще неаппетитный. Мало кушает, только возит нас и все, и кормит нас. Он сам такой неаппетитный. Не пьет, не кушает, а зато много будет. Вася, привет тебе огромный. Ладно, девчоночки, на этом буду прощаться, потому что мне нужно по-быстренькому сварить обед и в кабинет к большому начальнику. Не опоздать, самое главное. Буду напоминать Вам, чтобы Вы мне ставили лайки. Вот напоминаю, Вы меня лайкайте. Не напоминаю, Вы меня не лайкайте. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Мне это очень приятно. С Вами увидимся в новых влогах.